Который принадлежал писатель современный наш Владимир Войнович. Наташа Канасенко занималась его семьей. То есть, Наташа, сколько там было отца штурмана? Шестеро детей. То есть, отец, родоначальник одесских Войновичев, прибыл сюда, в Одессу, с шести... Я сейчас пощекаю. Я просто специально перезинвела, и думала Наташе добавить. То есть, все его сыновья были штурманы, и все они женились, и все были дети. Я могла обидеть не всех, но тут я насчитала всех. И воюродные братья были. То есть, огромный клан Войновичей, которые вот после того, как они здесь обосновались, вот это было одного из них или отца, я не знаю. Но здесь самое интересное... Вот, Саша, вернитесь назад немножко. Я просто обратила внимание, что здесь... Посмотрите, две двери. Это не советская вот уже перестройка. Явно две двери. То есть, одна дверь, лестница ввела, наверное, на второй этаж, а на второй двери люди пользовались все равно. То есть, я так думаю, что вот этот особнячок строился уже как бы сразу на две семьи. Или с расчетом на то, что будут дети вырастать и обзаводиться своими семьями. И вот этот вот большой дом, видите, который со стороны улицы. Так что я хочу сказать еще. Что дело в том, что, судя по описанию, хотя это и художественное произведение, но все равно вот в этих всех домах, которые я вот показывала вам, в них подворотен узкий, где бы мог спрятаться патруль казаков, да еще пьяный, которые, наверное, плохо держались назад, кроме как в двенадцатом номере, не наблюдается. Скорее всего, либо это авторское припущение было, либо это просто вот они действительно прятались вот там в темноте, ведь электричества тоже не было в то время. Либо они прятались вот в том узком пространстве между улицей и воротами, потому что ворота, наверное, тоже в доме еще закрывались, безусловно, двенадцатого номера. Потому что представить себе место, где бы стоял дом с узкой подворотней, может быть, он и не сохранился, я не могу, честно говоря. Мне кажется, что практически все дома, о которых пишет Паустовский, они сохранились. Ну, вот очень интересное исследование. Вот еще, кстати, за заборами, вот это же тоже, видите, гаражи, они были из общего, пристроены со двора помещения, которые стали гаражами. Вот это дача Пенкендорфов. Отсюда она очень хорошо бежна. Это видно, что был такой солидный дом, такой приятной архитектуры. Здесь в Вашингтоне сейчас даже в перестроенном виде видно, как он хорошо вписывался вот в окружающую среду. Так вот, очень интересное исследование по этому участку предоставил в наше распоряжение краевед и специалист по генеалогии Сергей Геннадьевич Решетов. Значит, они несколько лет назад задумались с Александром Фридманом написать труд, который посвящен домам и оставшимся надписям на воротах, домах старых мастеров. Как она называется? Экографика. 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 Эпиграфика. Эпиграфика, да. Так вот, значит, несколько глав он предоставил в наше распоряжение, в том числе вот Вера Инбер 9. Сейчас это... Это Вера Инбер 9. Вот сохранилась... Это была бедная калитка. П, значит, дом, да, П. М. Бенкиндорф. Оказывается, это Павла Михайловна Бенкиндорф. Вот что он пишет. На стойке вездных ворот дома, с современным адресом переулок Вера Инбер 9, помещена мраморная табличка. Дом номер 7, П. М. Бенкиндорф. Как и другие рассматривания в нашей книге адреса этой местности, история этого участка восходит к концу 80-х годов, к началу... К концу 70-х, начало 80-х годов XIX века, когда был продан по частям один из располагавшихся здесь крупных хуторов. Впервые имя надворного советника Николая Крылова упоминается в 881 году. Тогда его дача в местности, именуемой дачей Приморский, не имела оценки. На ней не было строений. А в следующем, в 82-м году, было оценено 1800 рублей. Начиная с 1885 по 1994 годы, оценка в даче составляла уже больше. И так далее. В документах Государственного архива Одесской области часто можно встретить упоминания планов. Лично у меня тоже есть несколько карт, составленных землемером Крыловым. Приведом должно знакомо быть это имя. Например, на скопировке, учиненной городским землемером Крыловым. Вот этот вот Крыловый был владельцем этих дач, этой местности, вот этих участков до Бенкиндорфа. Николай Афанасьевич Крылов его звали. В сентябре 1897 года Николай Крылов продал свой дачный участок по частям Михаилу и Павлу Бенкиндорфу. В фондах старшего нотариуса Одесского окружного суда начатся о продаже Николаем Крыловым Михаилу Бенкиндорфу двора, о продаже Николаем Павле Бенкиндорфу. Это были муж и жена. Так вот, Павла Михайловна, урожденная Клицова, была супругой представителя дворянской ветви Бенкиндорф, Михаила Александровича, который умер в 1904 году. Ну, тут идет перечень всех заслуг Бенкиндорфа. Ну, могу сказать, что это, в общем-то, семья была родственниками вот того всесильного царского шефа-жандарма Бенкиндорфа. Потом отметим, значит, справочники дают адрес Крылова в одном случае как номер 7, а в другом как номер 17 по Стурдовскому переулку. До революции, значит, у них была дочь тоже, ее было, имя, отчество было Павла Михайловна. То есть мать и дочь были обе, Павлой и обе были Михайловной. Она жила в собственном доме по Стурдовскому переулку 5. Но так как это бывший 7, а нынешний 9, я потом скажу, по какой это причине произошло, значит, это был участок ее мужа. Я так понимаю, что она его сдавала. Дом, где жила Павла Михайловна, если сохранился, он не выглядит так шикарно, допустим, как вот этот дом. Потому что там такие были перестройки, и сейчас не очень удобно туда вообще подойти. Что тут еще написано? Представители рода. Ну, здесь, в общем-то, такие подробности, где они служили, какие участки. Я думаю, вам это все не нужно, чтобы не забивать себе лишними подробностями головы. Так вот, это, по-моему, единственный на территории нашего переулка сохранившийся вот такой знак, который возвращает нас к концу 19-го века. Я думаю, что он тоже был залеплен, заклеен, но, во всяком случае, его не вырвали с корнями, и он теперь вот остается на этом домике. Надо сказать, что в советское время, согласно тому памятнику истории и культуры УССР, изданном в 87-м году, написано, что два дома переулка были отмечены мемориальными досками. Я их, например, прекрасно помню, думаю, помнят об этих досках очень многие из вас. Первая была расположена со стороны переулка, в первом дворе, со стороны города, значит, по левую сторону. Это сейчас номер 17-й, а до революции это был номер 17-й. Там была написана, посвящена эта доска Петру Петровичу Шмидту. Там было написано, что он родился и жил здесь с 1867-го по 1876-й годы. И вторая доска была посвящена писательнице, публицистке, поэтессе нашей землячке Вере Михайловне Инберг, которая была расположена на здании бывшей фабрики или цеха фабрики книжной по современному адресу Книжный переулок 5. Я очень хорошо помню эту доску, потому что с детства мы ездили на пляж и ходили по этому переулку. И помню этот забор, который ограждал улицу от этого цеха, помню шум, который там доносился, и помню эту доску. И меня еще удивлялось, что такое страшное одноэтажное здание могло служить местожительством такой, в общем-то, нежной женщине, будем так говорить. Она же еще писала такие стихи до революции, жеманные и так далее. Потом до меня дошло, почему это произошло, но тем не менее. Так вот, вторая, первую доску переместили на дом родителей бывшего мятежного лейтенанта со стороны пульвара, да, лидерсовского. А вторая доска вот исчезла вместе с поломкой вот этой вот фабрики. А сломали ее в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Доска хранится в фондах Одесского литературного музея. Когда дом разрушили, эту доску забрали. Она много времени экспонировала здесь, в мемориальном музее, потом ее сдали в фонды Одесского литературного музея. Ну вот я помню, что через ней было видно, такие были окна, и вот между окна, большие окна, была проходная. Да, вроде башни там. Вот, нет, 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 там башни никакой не было. Там было вот типа барачного здания длинного, большие окна. По-моему, они даже были стеклоблоками закрыты вот в последнее время. И между ними была скромная, вот как в советское время, помните доски, были очень скромные, мраморные доски, на ним золотом было. Вот они были небольшие, 60 на 60, по-моему, так, сантиметров. Так вот, слава богу, что она нашлась, я очень рада. Надо к вам почаще ходить, может у вас еще что-нибудь найдется. Ну, что можно еще сказать? Да, вот, значит, вот эти вот доски, да, одна сохранилась. Музея одну перенесли. Но самое интересное, что в прошлом, по-моему, году, идя сюда вот на какое-то мероприятие или просто в гости к Елечке, я обратила внимание, что на здании номер один, на доме номер один вдруг появилась современная, я не знаю, сколько ей, год, полтора, два, современная охранная табличка с такой надписью, что этот особняк Шпенсера, дом построен в 12-м году, архитетора не помню, но я просто звонила в наш охранный департамент, мне сказали, по-моему, Месснер. Значит, я не узнавала точно, Месснер построил в 12-м году, но меня очень задело и вызвало большие сомнения вот это утверждение, что это здание является особняком Шпенсера. Ну, как я поняла, потом не только меня одну. Первым делом, вот это здание. Это зимой снято, сто раз мимо него проходило, вот сейчас засаду все где-то вот в этом районе. Значит, так как это здание сейчас находится на балансе Лермонтовского санатория, у него еще есть второй адрес, Лермонтовский переулок 2. Я позвонила знакомым в это общество охраны, не памятников, а культурного наследия, и спросила, на каком основании, значит, в первом деле, это не мы вешали. Значит, это не мы, это не я, да. Значит, это область вешала. Что-то там полистали, полистали. Да, это Лермонтовский переулок 2, вот местный, 12-й год. Но я не про это спрашиваю, кто вешал. Меня интересует, какое-то основание у вас вообще есть? Нет. Казало-мазало, ребята. Вот, понимаете, вот уже мы сталкивались, здесь люди присутствуют и с архива, и знатоки, что иногда, ну, казусы бывают с досками. На современное здание вешают, например, что здесь жил там, допустим, деятель, который умер в конце 19-го века и так далее. К этому же мы привыкли. Но тут, понимаете, так как у меня вот должна была быть прогулка, я решила как-то вот для себя, для вас, выяснили все-таки вот судьбу этого здания. Ну, прежде всего, я начала с того, что посмотрела внимательно на план, на фрагмент плана, который мы сейчас увидели. Следующий. Нет, нет, это не так. Где же наш фрагмент плана? Ну, ладно, он, наверное, дальше где-то. А ну, еще давайте полистаем. О, вот смотрите, перед вами фрагмент очень детального плана, редкого плана, который мне посчастливилось вообще по случайности. Я покупала книжку, а там в карманчике оказалось несколько карт с участками побережья. Составил этот план Висковский. Датируется, вот, Сашенька, на этом остановимся, датируются эти планы, их там пять или шесть, по-моему, то есть побережье от Лонжерона до дачи Ковалевского. Датируются эти планы приблизительно так вот по фамилиям, по знакомым и по некоторым другим признакам между 906-м и приблизительно 910-м годами. То есть где-то за несколько лет до революции. Вот наш Турдовский переулок, вот обсерваторный переулок, вот наша Черноморская улица. Внимательно посмотрев на этот план, мы пришли, причем я специалистов привлекала в качестве эксперта, чтобы определить. Вот первый номер, видите? вот стоит первый номер. Участок Магнера. Потом идет два третьих номера Соколовый, пятый, седьмой Бенкендорфов, видите, вот пятый, седьмой, и так далее, и так далее, вот до Лидерсовского бульвара. Самое интересное, что здесь обсерваторный переулок пересекается, да, и в общем-то очень хорошо можно рассмотреть сверху. Спутниковый снимок посмотрели. Все-таки этот дом принадлежит участку Магнера или участку Лемны. Вот участок весь Лемны, который упирался одним концом, это уже обсерваторный переулок, а здесь угол нашей Черноморской улицы. Сейчас это территория Лермонтовского тоже санатория. Это парк. И вот вот этот вот треугольничек, да, очень хорошо показывает, что обсерваторный переулок упирался как раз вот в участок Магнера. И я не могла понять сначала на какой территории все-таки стоит этот дом. Либо на Магнера, либо на Лемны. Пришлось воспользоваться спутниковым снимком. Мы его специально так разместили. Не знаю, видно ли вам. Вот смотрите. Вот наш переулок, о котором я сейчас говорю, да, Вера Винберг. А вот переулок, который уходит обсерваторный. Вот территория Лемна. Видите, это сейчас парк, который занимает Лермонтовский санитурный. Но надо еще учитывать, допустим, он коротковатый здесь, но надо учитывать, что улица там валилась, да, то же самое происходило со склонами со стороны бывшего участка Лермонтов. Вот крыша, здание, о котором идет речь. Смотрите. Вот он. Там, золотая крыша. Это сейчас тоже санаторий. Вот Лермонтовский санаторий, вот его фонтан, центральная улица. Это так понятно, да? Вот по всем наложениям, по всем расчетам мне помогал этому